Приветствую вас, дорогие подписчики и те, кто слушает меня впервые. 7 июля славяне празднуют день Ивана Купалы. Из языческих времен Ярилин день, когда ритуальные обряды и гуляния совершались в день летнего солнцестояния, праздник постепенно слился с Рождеством Иоанна Предтечи, Крестителя Иисуса Христа, и стал называться Днём Ивана Купалы. А речь пойдёт о том, что нам дарует этот день. На Ивана Купала бывают чудеса, в этот день волшебной становится вода. В христианстве празднуют лишь три Рождества – Иисуса Христа, Божьей Матери и Иоанна Крестителя. Между двумя священными днями – Крещением Иисуса и Рождеством Иоанна Предтечи – около полугода, и волшебная связь связана с освящением воды. Как мы все знаем, в разгар зимних морозов христиане купаются в водоёмах, чтобы очиститься от нечисти. Крещенская вода имеет силу очистить биополе человека от негативной энергии, изгнать злых духов, снять всевозможные магические воздействия из человека, из жилья. Она как антибиотик, только убивает не всю биологию, а только нечистую. Так называемая Ивана Купальская вода также имеет силу. В отличие от крещенской воды, способной изгнать, истребить нечисть, Купальская вода живая, в ней огромная жизнетворящая энергия. Поэтому в ночь с 6 на 7 июля купания в водоёмах могут наполнить нас жизненной энергией, снять усталость и оживить. Чтобы энергия жизни могла наполнить наше тело и ауру, было бы хорошо сначала очиститься от энергетической грязи, то есть сначала желательно почиститься крещенской водой или огнём, а затем в ночь с 6 на 7 июля искупаться в природном водоёме. Но самым лучшим средством набраться жизненных сил на Ивана Купалу – искупаться в Купальских росах, чтобы не болеть, сохранить молодость и всегда пребывать в добром здравии, знающие люди издревле умывались росой. Купание в росе успокаивает нервную систему и укрепляет иммунитет. После жаркого солнечного дня роса появляется практически всегда. Водяной пар после захода солнца начинает конденсировать на поверхности цветов и трав капельками чистейшей дистиллированной воды. Цветы и травы насыщают эти капельки своими свойствами, и в результате природа дарует нам натуральнейшее целебное средство. Ни один лекарственный препарат не имеет такого коэффициента полезного действия, как роса. Купальская роса целебна многократно. Удобно взять с собой хлопковую простыню или полотенце. Тогда оно впитает в себя больше росы, и вы сможете и дома насладиться живой Ивано-Купальской росой. Наши предки даже пытались заготавливать ее впрок. Они собирали росу и добавляли в нее домашний спирт. Но, конечно, эффективность при хранении любой живой лекарственной субстанции снижается. А вот в эту уникальную ночь она просто волшебна. Купайтесь в ней, умывайтесь и пейте на здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok